Господи Иисусе Христе, Сынный Божий, помилуй меня грешно. Мы начитываем записанное Игорем Барабашом на пленку. Я вел беседы в потерявке каждого воскресенья с 91-го года, тематические. Итак, Любовь Божия. Любовь Божия. На эту тему будет несколько занятий. Коснемся только аллегорической песни-песней. У многих такое представление, что Бог только тем и занимается, чтобы выискивать в нас недостатки и наказывать. И это выражено в одной из притч Иисуса Христа. Приходит один человек, и первое, что он говорит уже на суде. Лука 19, 21. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь чего не клал и жнешь чего не сеял. Это слово знал, говорит не о сегодняшнем дне, но он уже давно был такого мнения, и мог это доказать на виденных примерах из жизни, своих и других людей. Этот о том, кто повесил землю ни на чем. Этот самый Бог, дарующий жизнь, выводящий из небытия в бытие несуществующее, называющий как существующее. Бог, знающий будущее. Бог, окруживший мир и все, что в нем. Благодатью, пением птиц, цветением трав. Это злой и жестокий демиург. Было такое учение. Были такие еретики, которые вывели двоебожие, многобожие, приносили жертвы человеческие. Мы по Священному Писанию узнаем, что имя Божия – любовь. Исследователи находят, что в Библии около 300 божьих имен. И дверь, и пастырь, и агнец, и милосердие, и долготерпеливый, и многомилостивый, и не помнящий, и не держащий гнева. Прощающий – это все его имена. Но самое лучшее его имя – милосердный. Еремея 31.3 «И издали явился мне Господь и сказал, Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». 1 Иоанна 4.8 «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог Отец любит Сына и Духа Святого. И так каждое лицо Святой Троицы. Там тройственный, неизреченный свет строгой и взыскующей любви». Любовь определяется тремя словами в греческом языке. У нас это нельзя выразить. Мы можем одним словом выразить «Я люблю Бога», «Я люблю жену», «Я люблю картошку». «Я люблю президента», «Я люблю спать». У других народностей это все разные слова. У нас в большинстве случаев слово «люблю» подразумевается «нравиться», «жалею». В других языках первая любовь – плотская, плотская, эрос. Низшая форма любви – эротика. Второе – фили, любить ближнего, как самого себя. И третья ступень – агапи, готовность отдать жизнь. То есть любовь более чем к самому себе. Это жертвенная любовь. Не следует забывать, что Бог, потопивший мир, изжегший города Содомские, есть Бог любви, отсекающий загнивающие члены. Загнившие. Загнившие члены. Жизнь на земле прекратится только с исчезновением любви. Одна из самых великих форм любви – любовь матери к ребенку. Исайя 49, 15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Грудное дитя забыть невозможно матери, ибо природа боли заставит тебя искать его нежных губ к твоим сосцам. Читает, что Библией в миниатюре можно назвать этот стих, где возвещено о любви Божией. Иван Гелетана 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Римлянам 5, 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Все заповеди Божии сведены к двум заповедям любви. Марка 12, 33. «И любить его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Апостол Павел сводит к одной заповеди даже эти две заповеди. Матфея 7, 12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Римлянам 13, 9. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай к чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Галатам 5, 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь ребенка к матери, братьям и сестер друг к другу, к друзьям, к правителям, к царям, к священникам, к специальности. Как Иоанн Кронштадтский не мог дня прожить, чтобы не служить службу? Любовь к Слову Божию такая, что люди забывали все, сидели у ног Христа, внимали его словам. Любовь к исследованиям, когда дни и ночи проводят у приборов. «Или любовь к путешествиям». Вышесть песней любви называется в песне песней в аллегорической форме «Любовь жениха и невесты». «И мать любит дитя, и дитя любит мать, но пройдет время, и эта любовь будет разорвана другой, когда человек уходит к другому объекту любви». Патие 2, 24-27. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два-одна плоть». Ну и тут 2, 4, 18. Говорится о жене. «Если соберут золото, и серебро, и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, а оставив все, устремляются к ней, и раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилепляются к ней более чем к золоту и к серебру и ко всякой другой вещи». Ну и дальше прочитайте. Я просто даю показать, как много здесь. «Многие погибли, избились в пути и согрешили через женщин». «И в доказательство ссылается Ездра на женщину, которая могла делать такие вещи царем, каких не позволено никому». Стихи 28-32. «Неужели теперь не поверите мне, невелик ли царь властью своею, не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и Апамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужик, как же не сильны женщины, когда так поступают они!» За один женский танец цари готовы отдать полцарства. Розину в рот смотрят, неужели она не улыбнется ему, или так и будет дуться. И венец свой забыл, уже развенчанный пред ней. Когда Бог программировал этот мир, эти цены уже были пронумерованы в веках, и повторены в роды родов. Каких Татьян воспроют Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Расул Гамзатов. Мы еще самую малость на эту тему не прочитали. А что пишут в Китае, в Индии, в других странах, сколько не писанного, просто повторенное. И кроме того, у каждого еще свой опыт какой-то. Соломон испытал не по-нашему. У него их было тысяча. В другом колхозе про поросят меньше. И каждый дал ума, обиходил их, и нашел, что нет ничего выше этой любви. И написал, как считает эротическую повесть. Многие запрещают ее даже читать. Настолько она соблазнительная и непонятная. Туманная и загадочная. Будем читать ее по главам. На эту книгу толкование давали высокого полета духа и ума подвижники-пустынники, как Ефрем Сирин, пустынный соловей. Дали толкование каждому слову. Только что вышла книга, толкование на эту книгу под авторством отца Геннадия Фаста. Считаю, что эта книга столетия. Какую большую работу он провел. Сегодня я проведу только подготовительную работу к чтению его книги. Любовь проявляется во всем. Если человек любит свое поле, то посмотрите, как оно обихожено у него, а у другого оно заросшее. Третья ездра, 16.33. Земля останется в запустении, и поля ее заглохнут, дороги ее, и все тропинки ее зарастут терном, потому что некому будет ходить по ним. Евреям 6.7.8. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая зла к полезной тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Как подвижник Семен Столпник подпоясался веревкой, что она вошла в него гнила, точно так же, как ошейник у собак, у некоторых наших хозяев, которые не прогуливают своих питомцев. Единственная любовь, которая не постыжает, любовь к Божию и любовь к Богу. Когда нет любви к храму, то и к службе нет любви, и потому опаздывают некоторые, хотя живут через дорогу рядом. И ни в скотине дело, нужно минут на 15 раньше прийти, чтобы можно было сосредоточиться в молитве, к соединению с Богом в молитве. Если бы была постоянная проповедь, то не на горах бы только вода была, но в душу текла. Иоанна 7,38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. 1 Коринфянам 1,17 Ибо Христос послал Меня не искрестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Если бы была любовь у наших архиереев нынешних и уже отошедших к народу, то неужели бы позволили, а не так в запечатанном виде, держать слово Твое? Заковали все в Славянь. Матфея 13,17 Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. У многих понятие такое, что то, что Божие, оно находится в застывшей форме, заранее обречено на неподвижность, а такое, как правило, подвержено гниению, стагнация старого обряда и близко к самоуничтожению. Зима носил шапку, никакой мороз ее не брал. Летом, и дома никого не было, приезжают, взял ее, а она вся почикана морью. Кто это придумал, что лежало одно до нас тысячу лет, пусть и дальше лежит? Мало того, страшно надмивается, что вот у нас все-таки есть, невзирая ни на время, ни на явное требование внести коррективу, ибо то, что кажется вечным, придумано тленным, временными людьми. Бог вносит поправки, лучше сказать, вносит возвышение даже в свои заповеди, смотря на рост человечества. Вначале Бог разговаривал с людьми, как с малыми детьми, как с младенцами, 1 Коринфянам 3.2 «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Галатам 3.24 Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Для движения нужен труд души, и также каждая душа должна упражняться в любви. На что уж простое дело пасти коров, да и гурт-то маленький еще, но уже здесь видно, как по-разному характер пасущего сказывается на коровах. Один пасет, они буквально махом летят с пастбища, вымя болтается. Они как ошпаренные кипятком от него. Это в основном у Виталия такой темп разговора с рогатой тварью. Лишь бы только сдать их хозяевам, а насчет молока можешь и не спрашивать. Он отбыл, открутил их на плотине день. У другого, как у батюшки, они напьются, стоят у пруда, как помолятся вместе с ним. Потихоньку идут. Наш отец Тихон пас с трепетной любовью в скотину. По часам смотрел, на какую траву их гнать, когда напоить. Я сам с пяти лет с отцом на полях, но ни одного дня так не пас. У меня нет к ним любви, я их не чувствую. Пасу и пасу. Мне лишь бы сохранить их. Внешне все делаю, как и тятя. Но на деле и коровы, и овцы это чувствуют. Они меня не воспринимают, как кормильца. Учите детей работать. Всегда на любой работе быть не каторжанами, не рабами на плантациях, но чтобы и в работе было наслаждение. Когда человек любит свое дело, он ни за время, ни за деньги, хотя и это у него будет, но он изюминку хранит в деле. Ему хочется эту работу сделать под ключ, чтобы и другой мог погладить сделанное тобой. Это его дыхание, это его суть. Это легко увидеть на травниках. Хороших, по призванию души, врачей очень мало. В основном это ремесленники трафаретные. А вот такие энтузиасты, которые траву собирают точно во время, встают рано, как заядлый рыбак или охотник, ибо охота хуже неволи. Суши для него не в тягость. Все у него заварено травами. Он больных к этим травинкам уже посмотрел. Он и в вагоне поезда таких кляч найдет, кто будет его продукцию жевать. И не за деньги будет их травить, а по призванию. Он дорогой глазами ощупывает клиентов потенциально, годных к его заваркам и склянкам. И, как правило, сам такой усохший гриб уже засушен и не стареет дальнейшие сто лет. Мумия ходячая и других мучает. Это любовь его. Он и верит. И вера его дает надежду его подопечным, больным и дохлым. Этот человек всегда на своем месте. Наша мать любит пчел. Думаю, что если бы она помирала днем и летом, и вдруг после приговора от ангела мимо будет пролетать рой пчел, она еще минут пять за ней будет глазами водить. Она о пчелках не может разговаривать без придыхания. Она мрет от этих пчелок. Ей им не мед, сам по себе в банке важен, но вот возиться, рамки поднимать. Ее изжалят в другой раз до десятка пчел, а она и не видит. Это ее любят пчелы, и она у них отнимает их мед. И они, любя, жалят. Ей это не во вред. Иной любит делать смуту. Ему непрерывно нужны революции. Иной стремится к власти. Пусть махонькой, но такой важной. Кто читал гиперболуэт инженера Гарина? Чем он заканчивается? Уже на небитаемом острове основа дума, как захватить мир. Так разбитый Наполеон бредет по дороге, бегут войска, он же обдумывает о наборе новой армии и о новых победах. Эту битву он уже и не берет во внимание. Он уже все начинает сначала. Дело, которым ты занимаешься, любишь ли ты его? А если ты не любишь ни Бога, ни людей, то ты можешь быть хорошим окаянным разбойником. Даже хорошим соседом можешь быть, но хорошим христианином никогда не сможешь быть. Чтобы быть хорошим христианином, соответствовать тем меркам, той планке, которую установил сам Бог, ты должен себя с первого дня настроить на то, что тебе до всего есть дело. И как люди с землей обращаются, как сограждане относятся к скотине, и тебя будет тревожить, почему же до совершенства не доводят это? У нас люди тут работать умеют. Заработать, привезти брусья, плахи, и тут же о них забыть. Гниет лежит. Последнее звено всегда у русских разорвано. Сколько на чердаке хранится и портится. На это уже три дома можно построить. Все завалено. Мышиное царство. Все пропадает. Первая часть любви к своему делу еще есть, а вторая намертво отсутствует. И надо же когда-то провести ревизию и узнать, почему не доводится до совершенства. Я отношу это только к одному, к одному, к молитве. Другой причины пока не знаю. Какая молитва, проникновенная ли, очищающая ли, от этого все зависит. Вот ребенок. Видно, что туповатый, но старается, читает много, и он одолеет, и школу окончит, и далее может потянуться. А тот, который может быстро схватывать, он дома за книжками не бывает. Это совершенно никудышный будет руженик. Это стрекозел. Растет верхогляд. Пустышка колхозная. Если в ребенке есть любовь к родителям, к труду, у него будет и другое. И вы не пожалеете, что родили детей. Чего бы ныне и где не коснулись, везде недостаток любви. Матфея 24, 12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Какие бы испытания не посылал нам Бог, это все эпитемия от Него, и это всегда по любви. Притча 3, 12. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Притча 13, 25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Евреям 12, 6. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Бог иногда плетку дает, иногда уголько подсыпает. Он же любит нас. Песней 1, 8. Кабылицы мои, в колеснице фараоновы, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Значит, и плетка есть на норовистый нрав кобылке. Не слушала церковь России своего главного возницу, и дал он ей такого усатого гуталинщика из Грузии, что хлыстов не хватало. Он 29 лет эту кобылицу парил. Едва-едва она не скончалась в этой колеснице. 412 раз упоминается в Библии о любви, в прямом смысле слова, не считая иные выражения любви. Вот книжка, который у нас сколько было. Но все равно понятно. Понятно. Это какое у нас было здесь? Это 100? 100. СНИК. СНИК.